Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл лекций, цикл бесед по книге притчи Соломоновых для библейского портала экзегет.ру. Напоминаю, что читаем мы книгу притчи Соломоновых в двух переводах. Основной текст, которым мы пользуемся, это текст Юнгерова, это перевод с греческого. Почему он важен? Потому что именно церковный текст, он тоже делался именно с греческого. В то же время мы обращаемся к тексту синодальному, который делался с еврейского. Иногда здесь встречаются очень интересные разночтения, которые иногда корректируют или объясняют друг друга. Итак, 11 глава начинается с того, что Соломон обличает нечестие и грешников. Он говорит, неверные весы — мерзость перед Господом, но правильный вес приятен ему. И уже этот стих может вызвать недоумение, потому что о каких весах идет речь, тем более правильный вес приятен ему. Для нас сегодня слово «вес» означает скорее вес конкретной человека. Он может быть полным или худым, он может соответствовать какому-то идеальному своему весу, или, например, может болеть, быть слишком худым или слишком полным. Но, конечно же, речь здесь идет совершенно о другом. И надо понимать контекст, в котором говорит Соломон. «Неверные весы — мерзость перед Господом». То есть речь идет о тех людях, которые ведут торговлю, о тех людях, которые обвешивают покупателей, которые обманывают, ведут нечестную деятельность торговую. И правильный вес приятен ему. То есть правильные весы. Опять же, здесь некоторый такой параллелизм библейский. «Правильный вес приятен ему». То есть если на твоей гире написано, что она, допустим, весит килограмм, она действительно должна весить килограмм. И если написано, что есть, например, мера, вот, да, древняя такая, израильская мера, например, несколько мер муки, то они должны быть не больше и не меньше положенных и общепринятых. Далее. «Если куда придет гордость, там и бесчестие, у стажа смиренных получаются мудрости. Праведник, умирая, оставляет сожаление, но внезапно и радостно бывает погибель нечестивых». Стих, который тоже может смутить. Потому что, ну, понятно, что для людей, то есть он написан как бы от лица обывателей, от лица людей обычных, как они реагируют. Здесь Соломон не говорит, что так должно реагировать. Он говорит, как обычно бывает среди людей. Человек, который вел праведную жизнь, умирая, оставляет сожаление. То есть люди о нем печалятся, люди о нем переживают. Действительно, вот все эти вещи, связанные, например, с неверными весами или с правильными весами, они говорят о праведниках. То есть речь не идет о том, что праведник — это какой-то святой человек, как для нас сегодня, который, скажем, практически не ведет никакой социальной жизни, который живет где-нибудь там в монастыре, в пустыне. Речь идет о том, что вот стоит на рынке человек, он торгует, и он вполне может быть праведным. И когда он умирает, о нем печалится, что вот был такой честный торговец, был такой честный рабочий, был такой честный крестьянин. И люди за него переживают. Интересно, что вот само слово «мерзость», даже которое здесь в первом стихе упоминается, оно вообще говорит о характере нравственности Ветхого Завета. Она очень социальна. То есть если человек нечестно ведет себя перед братьями своими, если он обвешивает своих братьев, своих соплеменников, ближних, то он, конечно же, против вражду и против самого Бога. И поэтому, если праведник, умирая, оставляет сожаление, внезапно и радостно бывает погибель нечестивых. Соломон не говорит, надо радоваться погибели нечестивых. Он говорит, что люди обычно радуются тому, что нечестивый погиб, нечестивый умер. И, конечно же, эти слова скорее не как побуждение к радости от смерти нечестивого, скорее они предупреждение самому нечестивому. Неужели ты хочешь, чтобы, когда ты умрешь, люди радовались от того, что ты умер? И далее. «Совершенство правых наставит их, а лукавство вероломных погубит их, не принесет пользы и имущества в день гнева, а правда избавит от смерти». Вот так, как мы видим, что Соломон регулярно говорит о том, что праведная жизнь, праведная жизнь приносит достаток, приносит успех, приносит благополучие, он при этом постоянно говорит, что цель не само богатство, цель не само благополучие. и действительно оно не приносит имущества в день гнева, но только правда избавляет от смерти. Правда непорочного уравнивает пути, нечестие же впадает в неправду. Вот этот пятый стих, он может быть несколько непонятен, но если обратиться к синодальному тексту, то станет яснее. Правда непорочного уравнивает путь его, а нечестивый падет от нечестия своего. То есть человек непорочный, идущий по жизни, идет и не спотыкается. Порочный, напротив, встает на такую дорогу, которая в итоге приводит его к бесчестию. И далее. Правда мужей правых избавит их, а беззаконники уловляются неразумием. Со смертью мужа праведного не погибает надежда, самохвальство же нечестивых гибнет. Седьмой стих чрезвычайно интересен. В первую очередь тем, что в греческом тексте, с которого переводил Юнгеров, и, соответственно, в тексте самого Юнгерова, и в синодальном переводе высказывается идея, то есть слова говорятся диаметрально противоположные, хотя идея высказывается одна и та же. Я обращу еще раз ваше внимание на это. Начало седьмого стиха звучит так. Со смертью мужа праведного не погибает надежда. То есть, когда умирает человек праведный, то остается надежда на то, что он может быть спасен. Но седьмой стих синодального текста говорит так. Со смертью человека нечестивого исчезает надежда. Интересно, греческий текст говорит, когда умирает праведник, надежда остается. Этот же седьмой стих в синодальном переводе говорит, когда умирает грешник, надежды не остается. Вроде как, как две стороны одной и той же медали. Они высказывают одну и ту же мысль. Праведник праведной жизнью своей сохраняет в себе надежду на спасение, а грешник не оставляет такой надежды. Праведный избежит уловления, а вместо него предается нечестивый. В устах нечестивых сеть гражданам, знание же праведных ведет ко благу. И действительно, нечестивые люди нечестивы не просто сами по себе, а они искажают и приводят к беде общественную жизнь. Поэтому в устах нечестивых сеть гражданам, а праведные, напротив, ведут ко благу. То есть люди праведные, и их знание ведет к процветанию всего общества. И поэтому основываться в жизни, в устроении общества нужно на жизни и на советах, на мудрости людей праведных. Далее, 10 стих. «При благоденствии праведных благоустраивается город, а при погибели нечестивых бывает торжество». Здесь эта мысль уже проговаривалась в другом контексте, и понятно, что она означает. «Благословением правых возвысится город, устами же нечестивых разрушится». И опять, эта мысль тоже уже проговаривалась в этой главе. Речь идет о том, что праведная жизнь одних людей ведет к благополучию всего города. И устами нечестивых, напротив, весь город разрушается. «Лишенный разума осмеивает граждан, а разумный человек безмолвствует. Двуязычный человек открывает тайное совещание в собрании, а верный в душе хранит дела». Видите, двуязычный человек открывает тайное совещание в собрании. То есть двуязычный человек как бы ведет двойную игру, открывает тайное совещание в собрании. То есть вот есть общее собрание. И двуязычный, то есть человек, который привык публично говорить одно, а за спиной говорить другое, создает как бы параллельную игру такую ведет. А верный в душе хранит дела. То есть дела верного исходят из души, а не из злого сердца. «Для кого недостает попечение, те падают как трава, а во многом совете – спасение». В синодальном переводе этот текст звучит иначе. «При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует». То есть если есть добрые и хорошие советники, то при них народ благоденствует. Но вот 14 стих у Юнгерова, он тем интересен, что акцент делается на другое. «Во многом совете – спасение». Что значит «во многом совете – спасение»? Иногда человек задает себе вопрос, как поступить, и не находит в совести ответа. Если вопрос сложен, то как раз эти слова книги-притчи здесь очень важно применить. «Спасение» во многом совете. То есть можно советоваться с людьми, можно искать совета у умудренных людей, у людей, которые знают, как выйти из той или иной ситуации, как решить то или иное дело. Можно, церковь это вполне позволяет, не ориентироваться в сложных случаях только на свою совесть, но ориентироваться на знания людей более опытных и благоразумных. В этом и заключается, кстати, одно из оснований практики духовничества, например, когда человек в сложной ситуации может обратиться к человеку более мудрому и опытному. «Лукавый ожесточается, когда входит в сношение с праведным, так как ненавидит он строгий голос правды». Тоже действительно вот это очень интересно, что человек, который привык в своей жизни вести дела безнравственно и ориентироваться на выгоду, ему общество праведных и общество людей честных оказывается не просто чуждо, оно оказывается для него ненавистным. «Жена благонравная возвышает славу мужа, а жена, ненавидящая правду, есть верх бесчестия. Ленивые нуждаются в богатстве, а трудолюбивые утверждаются богатством». Очень интересно. Ленивые нуждаются в богатстве, потому что сами не способны ничего сделать, они способны только проедать, а трудолюбивые утверждаются, то есть они идут дальше, они становятся еще богаче. И это можно сказать, так можно сказать и о финансовом, действительно, благополучии людей, и об их духовном состоянии, потому что человек ленивый опирается просто на то, что есть, на то, что ему уже дано, к чему он предрасположен своим характером, своим воспитанием. Трудолюбивый, весь свой, все положительные черты своего характера, все положительные черты своего воспитания использует для того, чтобы развиваться духовно. «Милостивый человек благотворит душе своей, а немилостивый губит свое тело. Нечестивый совершает дела неправедные, семя же праведных награда верная. Сын праведный рождается для жизни, стремление нечестивого к смерти. Мерзость пред Господом пути развращенные, приятны ему все непорочные в путях своих». Вот интересно в этом 20 стихе, и тоже не раз мы уже замечали, читая книгу притчей, что когда говорится о мерзости, когда говорится о ненависти, не говорится о том, что Бог ненавидит самих людей. Мерзость пред Господом пути развращенные. Здесь не сказано, что мерзость пред Господом грешник, сам по себе грешник, но пути грешника мерзость пред Господом, потому что Бог не ненавидит грешника, он ненавидит его неправедные пути, ненавидит грех. «Приятны же ему все непорочные в путях своих». Если бы это было просто зеркальное отражение этих слов, то было бы так, мерзость пред Господом, пути развращенные, приятны же ему пути непорочных. Но нет, мерзость пути развращенные и приятны все непорочные в путях своих. То есть приятны сами люди, которые живут непорочно. А о грешниках Бог печалится, Он не ненавидит их. Неправедно поручающийся не останется без наказания злодеев, а сеящий правду получит верную награду. Что золотое кольцо в носу у свиньи, то красота у злобной жены. Желание праведных — все благое, надежда же нечестивых погибнет. Вот золотое кольцо в носу у свиньи — образ, конечно, для нас совершенно непривычный сегодня, потому что цивилизация, в которой большинство из нас живет, совершенно уже не сельскохозяйственная. Но здесь, конечно же, золотое кольцо как символ украшения, и свинья как символ такого... Для Соломона свинья — это дважды нечистое животное. То есть для нас она просто образ такого чего-то нечистого. А для Соломона она духовно нечистая, да? Евреи не могли употреблять в пищу свинину. И вот золотое кольцо как то, что украшает, и свинья как то, что наоборот ведет к чему-то совершенно противоположному красоте. И он говорит, что вот так же красота у злобной жены. То есть эта красота все равно не спасает, потому что главное — красота внутренняя и духовная. «Те, которые сеют свое, получают весьма много. Те, которые собирают чужое, беднеют». Текст, который не очень понятен здесь в переводе Юнгерова, и поэтому можно обратиться к синодальному переводу. Потому что здесь этот стих значительно яснее. «Иной сыплет щедро, и ему прибавляется. Другой сверх меры бережлив, однако же беднеет». Речь очевидна о том, что тот, кто живет щедро, кто помогает бедным, кто щедро сеет, тот щедро и пожинает. Тому помогает Господь. Он дает ему еще больше, потому что он знает, что дав щедрому, он не даст просто одному человеку, он даст всем, с кем этот щедрый поделится. И напротив, тот, кто сверх меры бережлив, будет беднеть. Беднеть потому, что он будет надеяться только на свои силы. Он не понимает, что богатство, здоровье, силы дает Господь, а не просто сам человек их откуда-то берет, как будто они вот в нем только находятся. Ведь Господь творец мира, и он может поддержать одного или оставить самостоятельной жизнью жить другого. И далее. «Благословенно всякая верная душа, муж же гневливый, неблаговиден. Удерживающий хлеб оставит его народу, продающий же скупо пшеницу проклят от народа. Благословение же Господне на главе раздающего». Мы видим, да, как вот он, Соломон описывает эти отношения богачей, которые могут быть щедрыми, и богачей, которые наживаются на беде народа другого. И на душах, да, этих людей проклятие от народа. Здесь речь не идет о том, что Господь благословляет или проклинает. Вот смотрите, продающий пшеницу скупо проклят от народа. Здесь не говорится, что Господь его проклинает. Он сам своей жизнью, своей скупостью, своей жадностью в итоге зарабатывает проклятие от народа. «Благословение же Господне на главе раздающего». И опять мы видим вот этот принцип интересный, что Господь скорее сожалеет о грешнике, что грешник сам ведет себя в свою погибель, а праведники радуются и благословляют его. «Кто творит добро, тот ищет благоволение». Ведь благоволение — это то, что приходит от другого, от Бога приходит. Ты творишь добро и ищешь благоволение. А кто ищет зла, того оно и постигнет сам в свое зло. Ничего не ищешь, никто тебе ничего извне не будет делать. Ты сам будешь настигнут своим злом. «Надеющийся на свое богатство падает, а защищающий праведных воссияет. Ненаблюдающий за своим домом получит в наследство ветер, и неразумный будет рабом разумного. От плода правды прозябает дерево жизни. Души же беззаконных безвременно исторгаются». 30 стих, он тоже несколько отличается в синодальном переводе. «Плод праведника — древо жизни, а мудрый привлекает души». Действительно, мудрый привлекает души. То есть здесь в переводе Юнгерова говорится, что души беззаконных безвременно исторгаются. А праведник, наоборот, привлекает души других. Вот почему преподобный Серафим говорил, «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Потому что жизнь одного праведника преображает жизнь людей, которые живут вокруг него. Только не надо думать, что способен к этому только такой человек, как преподобный Серафим или преподобный Сергий. «В свою меру каждый способен. Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся. Но если ты не можешь, не имеешь сил стяжать дух мирен так, чтобы тысячи вокруг тебя спаслись, стяжи дух мирен насколько сможешь. Пусть вокруг тебя спасутся сотни или даже десятки. Пусть даже единицы вокруг тебя спасутся. Только не сей раздор и ненависть. Наоборот, стяжи этот самый мирный дух. «Если же праведный едва спасется, то нечестивый и грешник где явятся?» Вот этим вопросом заканчивается 11 глава. Будем же и мы задавать себе этот вопрос, чтобы стремиться к праведности. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok